Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То все ровно, а этот клэп... Как будто какой-то неровный. Как с этим делом поступать? Они специально такими сделаны, и их нужно немного сдвигать. Мы могли бы либо, ну первый вариант, просто взять и вот здесь вот, вот здесь вот, вот этого, значит, самого клэпа сдвинуть вот здесь в самом начале вот эту вот ручку, то есть начало этого сэмпла, чтобы он начинался, ну, более-менее ровно. И теперь мы послушаем, как будет звучать все. Я думаю, теперь более очевидно, да, как это вот все звучит и как, ну, наверное, должно звучать. Но, повторюсь, они так специально сделаны, и сделаны они для того, чтобы их чуть-чуть сдвигали влево. Если вы пользуетесь паттерн рейджен, вот как я сейчас, то сдвинуть будет, ну, на мой взгляд, не очень удобно. Поэтому лучше либо взять миди рейджен и здесь просто-напросто поставить, значит, клэпы на каждый второй удар, вот как они должны быть, да. Ну, например, можем вот так вот укоротить пока, чтобы не работать над большим отрезком. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. И вот эти клэпы чуть-чуть сдвинуть вот сюда. Это будет не так наглядно визуально, но зато на слух мы сможем это все подобрать. Так, слышно, что сильно сдвинул. Ближе сюда. Теперь, если мы поставим ровно, как оно было, то вы услышите разницу. Не сказать, что она капитально большая, но она присутствует. Если же попытаться сделать это по-другому и добавить это просто как аудиофайл, например, то здесь мы сможем работать чуть более точно. Почему? Потому что здесь вообще визуально все будет сейчас подкреплено. То есть мы заходим вот сюда поближе, делаем побольше. И мы понимаем, что как-то вот так надо примерно сдвинуть, чтобы все звучало более-менее ровно. Примерно как-то вот так. Давайте даже еще сократим. И на самом деле так даже получается прям четко. И, честно говоря, четче, чем я делал вручную вот здесь. Потому что все равно вот эти все визуальные штуки, они нам помогают. И они позволяют нам просто быстрее получить нужный нам результат. И дальше это все копировать, ну, согласитесь, не очень удобно было бы. Но мы можем нажать, значит, выделить этот сэмпл и упаковать его в папку. Pack folder. Здесь я вот так вот уберу и вот так вот продлю. И теперь, видите, я могу спокойно копировать, не боясь, что где-то что-то у меня там куда-то съехало. Прямо вот так вот можно делать в комбинации command R. И все должно быть четко ровно. И эти клэпы, они хорошо сочетаются, когда мы делаем лейринг, с клэпами, которые обычные. То есть вот типа таких вот. Единственное, этот клэп я бы укоротил. Мне не нравится, что он сильно длинный. Это такой какой-то клэп снейр. И слушаем в миксе. Прикольно. Возможно, у самого клэпа я бы мог там еще укоротить вот этот хвост. Возможно, этот ревер мне в конце как бы такой шум не очень нужен. Но это уже нюансы. Как бы то ни было, вот так вот работаем с пришифтед клэпами. Иногда в различных сэмпл паках бывает прям подписано, что сэмпл пришифтед. И подписано даже на сколько миллисекунд его нужно сдвинуть. Это относится, я видел это в плагинах Vengeance. Это прикольная штука, может быть полезная. То есть там прям фиксировано пишут, насколько нужно сдвигать влево. Прямо на сколько миллисекунд. Ну а так я рекомендую все это делать на слух и самому определять, где пресс-шифтед, а где нет. Потому что чаще всего это не подписано. На этом все. С вами был Александр Владимиров, школа Logic ProHelp. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok